Добрый день, дорогие друзья! Слава Богу! Слава Богу! И это видео как раз будет о славе Божьей. И когда мы видим эти чудеса в жизни других людей, это сильно нас вдохновляет, ободряет. Мы умиляемся, мы благодарим Бога за то, что Он у нас есть. И совсем другое дело, когда эти чудеса приходят в нашу жизнь, в наши дома, к нам, и Божьи чудеса мы видим в своей жизни. И, конечно же, это хорошо, когда люди благодарят Бога. Конечно же, это правильно. Но что важно, надо рассказывать о Божьей милости, о Божьих чудесах другим людям, у которых, может быть, еще веры нету, или вера слишком мала. И о таком Божьем чуде я с удовольствием, с радостью, с большим воодушевлением рассказываю. Теперь делюсь с другими людьми, в том числе и через свой аккаунт. И я хотел бы рассказать о том, что Бог когда-то дал моей семье маленького котенка. Это было в Германии. И этого котенка мои сыновья назвали Чико. Это был подарок моему младшему сыну. Он прожил, радуя нас, сильно радуя нас, 9 лет. И вот однажды, это произошло в прошлом году, в 16-м году, его вечером ударила машина, истекая кровью, он пришел домой. И получилось так, что для его спасения необходима была операция. Это все происходило в Гарновере, в Германии. И мой сын пошел на то, чтобы, не имея страховки на этого кота, оплачивать очень дорогостоящую операцию. Я хочу даже озвучить сегодня, что операция стоила, первая, примерно 1500 евро, а за день пребывания в клинике с разными процедурами надо было еще платить деньги от 150 евро и выше. И, к сожалению, к большому сожалению, операция была сделана неудачно. Был поврежден мочевой пузырь и мочеточник. Мы об этом не знали. И через какое-то время, когда кота выписали домой, у него произошел разрыв мочевого пузыря и сделали вторую операцию, тоже дорогостоящую, примерно 800 евро. И во второй клинике находят те ошибки, которые были совершены во время первой операции. И мой сын с большим сердцем, тяжелым сердцем, он шел на то, чтобы послушать врачей, которые заявили нам и сказали нам о том, что помочь больше коту невозможно и необходимо его усыплять. Я к этому коту относился как к Божьему подарку. Я скажу это правда. Я очень его любил и люблю сегодня тоже. Верю, что он жив, его душа. И каждый день, когда я видел, когда я всегда благодарил Бога за него. Я даже его называл не просто Чико, а я благодарил Бога и говорил, Господь, я признаю это Твоим подарком в мою жизнь. И, мы тяжело переживали эту утрату. Кроме того, за операцию необходимо было платить деньги. И мой сын подал в суд апелляцию на врачей первой клиники. И слушания судебные тянулись полтора года. Полтора года врачи в Германии не признавали свои ошибки и находили клиника огромная, с большими штатами, большими финансами. Они находили тех специалистов, которые стояли за них. И последнее было слушание примерно две-три недели назад. Это было в начале октября, может быть. И слушание, для слушания пригласили профессора из другого города, из Геттингена. И он сказал, что никакой врачебной ошибки не было допущено. И моему сыну необходимо приготовиться к счету, который он получит примерно к первому ноября. К первому ноября не было получено этого счета. и я хотел бы сказать, что я молился. Я молился не о том, чтобы что-то произошло в виде чуда. Нет, я молился о том, чтобы Бог проявил милость по отношению и к моему сыну, и к нам, чтобы эта сумма была снижена. Но Бог распродился совсем по-другому. И моего сына признали выигравшим это слушание, это дело. И теперь ничего нам платить за эти операции не нужно. И это действительно Божье чудо. Потому что у моего сына не было даже адвоката. И на судебных слушаниях он сам защищал кота и себя тоже в этом деле. Потому что он должен был платить за эти операции. И дело оказалось выигранным благодаря Богу. о чем я хочу сейчас и поблагодарить его перед всеми. Слава Богу, Господь. Благодарим тебя за это. И не только за это, а за все те чудеса, которые ты сотворяешь в жизни людей. Спасибо тебе, Господь Великий. Аминь. Вам я, зрители, желаю Божьей милости, благодати и чудес в вашей жизни. Только Божьих чудес. Всего хорошего вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok